Студенты пять раз сдавали зачет. Не сумевшие сдать зачет приходили на следующий день. Каждый раз успешно сдавала зачет третья часть всех пришедших студентов и еще треть студента. Каково наименьшее возможное число студентов, так и не сдавших зачет. Студенты пять раз сдавали зачет. Не сумевшие сдать зачет приходили на следующий день. Каждый раз успешно сдавала зачет третья часть всех пришедших студентов и еще треть студента. Каково наименьшее возможное число студентов, так и не сдавших зачет. Какой мы с операцией из х в третий в одну третью? Нет. Х минус одна третья. Х и еще минус одна третья. Найдем неподвижную точку. Абсолютно верно. Пишем уравнение. Х равняется. Вот там у. Две трети х минус одна треть. Да, минус единица. Совершенно верно. Значит, какое надо ввести обозначение для того, чтобы функция имела абсолютно верно. И вот теперь пересчитайте. Две трети х минус один. Переходим на две трети х минус один. И не скобка. Две трети х минус один. И оно на две трети х. Да, совершенно верно. Минус четвертого. Без скобка. Без скобка. То есть на самом деле из х получается что? Две трети х. Две трети х. Значит, если пять раз. Значит, две трети. Значит, 32, 243 х. Абсолютно верно. За пять операций получится 32, 243 х минус один. Значит, минимально возможное значение для y какое? 243. Минимально возможное значение для оставшегося количества? 31. 31 абсолютно верно. Все поняли? Это стандартный механизм. Это абсолютно стандартный механизм.